дорогие мои всем привет готовитесь ли вы к пасхе я готовлюсь и завтра у нас чистый четверг поэтому нужно всем обязательно делать четверговую соль а четверговую соль можно делать двух видов это может быть ночная соль и утренняя соль я делаю обе соли как вы понимаете потому что ночной солью мы чистим снимаем порчи выводим болячки а утренней солью мы накачиваем здоровью удачу успех то есть они двух разных действий и ночную соль мы делаем с вами следующим образом вам нужно в истинную полночь соль высыпать либо на сковородку либо в духовочку можно ее нужно калить на огне и обязательно читать молитвы молитвы читаем 40 раз вообще вы должны быть сосредоточены на этом то есть это очень такой тонкий процесс да вы калите соль вы мешаете и помешиваете обязательно какой-нибудь деревянной палочкой и читаете на нее 40 молитв могут быть разные варианты ее приготовления да некоторые любят делать черную ночную соль я больше люблю делать с травками то есть я добавляю в соль например вы можете просто зайти в аптеку и купить это может быть полынь это может быть зверобой это может быть чертополох это может быть девесил то есть вы просто вот травку так прямо да она меленькая у вас можно даже измельчить в молочке и ее вместе с солью колите и эту сольку потом когда она у вас остынет вы ее достаете вы ее обязательно ставите в свечи лучше всего в пентаграмму и после этого ее уже можно сыпать в баночке и целый год ею пользоваться а и вторая соль это утренняя соль и на утреннюю соль мы делаем она просто очень делается единственное должно быть организовано правильно да с утречка как только вы проснулись вы ничего еще не едите не пьете да вы просто встали и вы идете берете рукой читаете молитву берете рукой соль и насыпаете ее в миску ну в какое-нибудь блюдо и так должны сделать все живущие в доме если у вас например кого-то вам не подключить по какой-то причине то вы можете просто подумать об этом человеке и от его имени насыпать соль если хочется подключить тех кто не живет в доме но это родные близкие люди то же самое подумали взяли соль насыпали если вас должно быть столько вот таких вот даже менее сколько человек вы хотите включить после этого в эту соль ставятся восковые церковные свечи прямо в сольку зажигаются и также читается 40 молитв и вот эта солька она уже будет приносить вам защиту такую знаете вот не боевую защиту защиту которая будет вас стимулировать давать вам энергию она очень хорошо работает для здоровья прямо очень она может использоваться на любовь она может использоваться на радость жизни то есть вот дневная соль она иного рода так что обязательно не пропускаем делаем а в дневную соль кстати тоже можно добавлять травки вот хочу показать это у меня лаванда да она сейчас в пакете потому что иначе она очень сыпется я очень люблю добавлять в дневную соль лаванду можно коры дуба добавить да вы можете просто размолоть все да если вам не хочется чтобы были плотные куски коры дуба потому что понятно кора вот лаванду добавить можно добавить туда фиалочку вот прям такие легкие мяту мелис очень хорошо да и вы сделаете соль с травками она будет у вас разрядиться в чистый четверг и будет служить вам весь год вера и правда и вообще много лет она служит да то есть если вы не сильно много пользуетесь то вам хватит ее надолго все пока пока